Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Давайте я ее сейчас зачитаю и потом мы приступим к обсуждению. Добрый день, Галина! Я подписчица вашего канала. Истории, которые вы разбираете, полезны. Я была бы счастлива, если бы моя тоже оказалась вам интересной для разбора. Мне 28 лет. Год назад в Тиндере я познакомилась с парнем из Швейцарии. Ему 30 лет. Мы общались месяц в мессенджере. Потом мне предстояло путешествие в Мадрид. Я предложила ему присоединиться. Он прилетел. Мы переспали на второй же день живого знакомства по моей инициативе. Сейчас я перестала себя за это корить. Но сначала я думала, что все испортило. И это повлияло на наши отношения. Я, знаете, сразу остановлюсь. Это не могло повлиять на ваши отношения. Это очень глупая манипуляция мужчиной постелью, к чему очень многие женщины стремятся и считают, что там обесценивают и так далее. Если есть, я к тому, что чувства уже были к этому моменту. У вас нормальные отношения могли зародиться. Все равно симпатия и все прочее. Это не испортит их. Миллион вообще примеров, когда складываются браки, отношения долгосрочные с таких вот всяких встреч и знакомств. А кто этому придает огромное значение, значение, к сожалению, постели переоценивается. И многие женщины просто используют это как манипуляцию. Но мы забываем о том, что мужчины тоже могут этим манипулировать. Просто они немножко другие манипуляции используют, но тоже могут. И манипулировать по селе, я считаю, что это неправильно. Это просто нечестно. После Мадрида он пригласил меня в Швейцарию. Я прилетела к нему. Он потом ко мне в Украину. Во время карантина мы собрались полностью документы в посольство, подтверждающие наши отношения. Мне выдали документы, разрешающие на въезд в Швейцарию. Так мы смогли видеться и дальше. Получается, мы знакомы больше полутора лет, но никаких подвижек у нас нет. Все, как было на уровне общения в мессенджере и полетах, так и осталось. О планах на будущее он мне говорит. Я не хочу выпрашивать гарантии какие-то, занимать позиции, типа, мне больше надо давить на него. Но и не могу определиться сама для себя, кто я. Не временная ли подружка, пока он ту самую себе не нашел. У него была бывшая девушка. Я знаю, что он познакомил ее с друзьями, родителями, но она была инициатором разрыва. Я это узнала в самом начале нашего общения, когда сама поинтересовалась. И несмотря на то, что дальше эта тема не поднималась, мне иногда кажется, что он ждет, пока бывшая одумается и вернется, и они снова будут вместе. Ведь я с друзьями и родителями до сих пор не знакома. В переписках раньше меня было больше. Я это заметила. А сейчас мы общаемся сдержанно. Больше никаких доброе утро, ласковых имен пишет он, а я отвечаю раз в несколько дней. Сама не инициирую беседу. Он говорит, что скучает, шлет свои фотографии, где он моет машину, упирается, какие-то ласковые слова пишет, сердечки и так далее. Дилемма в том, что мне хочется быть с ним. Но общение в формате поверхностных переписок и полетов может затянуться на годы. Я не могу понять, как мужчина в отношениях на расстоянии не переживает, что его девушка может себе найти кого-то другого. Когда я об этом думаю, мне кажется, что он просто равнодушен ко мне, и наше отношение существует только в моей голове. Когда я вижу на ютюбе историю, где девушки за иностранца замуж вышли, и иностранцы предлагали им выйти чуть ли не в первый месяц, меня охватывает зависть, что вот их полюбили, а я такое что-то несерьезное. Сейчас он снова пишет о следующей встрече, куда мы пойдем, как все спланируем. Честно говоря, я не уверена, что это не очередная встреча. По типу встретились, разбежались. Не отвечая ему, и ушла в работу и учебу. Хочу постепенно свести наше общение к минимуму. Не писать же мне, ты меня ревнуешь, перевозить меня к тебе не хочешь, с мамой не знакомишь. Я обиделась. Сразу понятно, что его все это устраивает. А я прошайка серьезных намерений. Я не хочу ею быть. Не знаю, что ответить. И буду очень благодарна вашему мнению и мнению подписчиков канала со стороны. Благодарю за возможность поделиться с уважением. Смотрите, что я вам скажу. Если вас интересует вопрос, то, что я с ним быстро переспала, мы перешли к интимной близости, испортила отношения, нет. Это не причина. Так что можете расслабить булки и переживайте. Честно скажу. Почему я так считаю, я объяснила ранее. Изначально, мне кажется, ваше подозрение о том, что все видно прекрасно. Бывшую знакомили со всеми, она разорвала. Мужчина обиженный. Скорее всего, вы правы. Вы чувствуете, что он ждет, возможно, возвращения той бывшей. Он бы был не против. Но это характеризует его как невротика. На такое насилие над собой, согласно невротические отношения вступать, когда тебе отвергают любовь равно боль. Это невротика. Вам оно надо? Заведомо, знаешь, что это нездоровый, скажем так, человек. В том плане, что он хочет такие эмоциональные качели, переживания. Он допускает вытирание себя ног и тому подобное, которое себя позволяет не уважать. Просто сейчас, может, он интересен, а через какое-то время, через годы вы увидите его слабым, который будет тоже от вас ждать, чтобы от него ноги вытирали и требовали, например, что-то. Возможно, вариант вам, потому что это неинтересно, будет такой мужчина, скорее всего. Возможно, вариант, что он ждет давления. Возможно, что если вы надавите, он согласится и перевезет, и познакомит. Но учтите, что такого человека всегда надо будет давить. А оно вам надо? То есть я вам посоветую вообще для себя вывести формулу идеального мужчины, качества его, какой он должен быть. Вот реально продумайте для себя список и посмотреть, он к нему вообще подходит. Мне кажется, этот мужчина не подходит под список, под условия вашего идеального мужчины, в отношениях, с которым бы вы были счастливы, выйдете в будущую семью и так далее. Вы очень многое чувствуете, но многое закрываете глаза. Я вам скажу один момент. Вас в детстве заставляли подавлять эмоции. «Не проси, не говори о плохом, не будь попрошайкой, не выпрошивай любовь». Вас он зацепил тем, что он не дает любви, внимания, заботы, чувств, как когда-то вы от кого-то это не получали намекну от родителей, либо от каких-то первых отношений, которые закладывают вот этот базис образа отношений мужчины и женщины. Там первая любовь и все такое прочее. Что-то такие серьезные, может, первые отношения. Он это копирует, поэтому он вас зацепил, и вы все еще от него не отказались. Он вам не дает. Но так как вас учили, скорее всего, в детстве подавлять свои эмоции, не попрошайничать. Это когда подхожу к маме, к папе, обнять, поцеловать, и тебя отталкивают. Находятся какие-то бытовые дела или заняты там братом с сестрой и так далее. Тебя отталкивают. Не попрошайничай. И вы сейчас, поэтому, вот со здоровой психикой, правильно сказать, точки над гиро ставить? Да, да, нет, нет, все, до свидания. А во что важно? Чтобы он не подумал, что я попрошайка эмоций и любви. Я подавляю в себе свои желания и эмоции. Меня это раздражает. Бесно не знаю, что мне делать. Мне страшно заявить, вербально сказать о своих желаниях, потребностях человеку. Мне важно, что он подумает. Знаете что? Если я скажу, что я хочу, какие-то свои условия выдвину, то он меня отвергнет. Это то, что у вас триггер вот этот играет с детства, скорее всего. От родителей это обычно такая тема идет. Если я говорю о плохом родителям, о недовольствах, если я попрошайничаю эмоции, меня оттолкнут. А если я не попрошайничаю, об этом не говорю, а угнетаю в себе свои желания и эмоции, то я буду хорошая, меня не отвергнут. Меня будут любить. Поэтому ради любви уже сейчас в взрослом возрасте я готова помалкивать. Но я чувствую, что этот человек, мужчина, он тот, кого надо давить. Если он реально вот это ощущение, что ожидает свою бывшую возврата, и готов, чтобы об него вытирали ноги, он хлюпик, который на это согласен. Он хочет, чтобы женщина была властной над ним. Если вы его начнете давить, он может поддаться, вы получите то, что вы хотели. Но для вас что важно, вы уже понимаете сейчас, вы готовы, по сути, к трансформации своей. Вам бы к психологу сходить понять эту проблему. Знаете почему? У вас есть запрос, потому что внутри. Если бы вы на него надавили, и все пошло, как вы хотите, было бы, по сути, я достигла цели. Но у вас важно, что обо мне подумает он или сама я для себя. Я не хочу для себя быть попрошайкой эмоциональной. Давите на мужчину, чтобы он проявлялся, инициативы нет, быть инициатором. Мне это неприятно. Вот, у вас есть уже критика к себе, к своему поведению. Это очень хорошо. Говорит о том, что вы готовы к этим переменам. И вы готовы не быть вот этой попрошайкой. И важно, что там о вас скажут. Вы готовы к переменам. И если вы готовы к переменам, то вам, скорее всего, не нужен хлюпик будет. И вот этот образ его притяжения, он разрушится со временем, если он сделает так, как вы на него надавите. Он станет тоже неинтересным, мужчина такой. Делает все, как я скажу. Нафиг оно мне надо? Мне с ним неинтересно. Мне хочется, чтобы меня любили. То есть, вам нужен не прям властный мужчина, но хотя бы равный партнер. А он таким не будет. Его надо давить. И все, что мне надо, мне придется самой спрашивать. Подарки, давление оказывать, знакомство с родителями, с родственниками и так далее. То есть, это не тот образ отношений, который я хочу. Если сейчас вкратце подводить, что сейчас делать. Вы правильно приняли решение разрывать отношения, потихонечку с них съезжать. Если вам так комфортно. Это здравое решение, здоровое решение психики. Отношения такие заканчиваются, потому что вы не получаете то, что хотите. Если вы готовы не попрошайкой быть, а расставить точки над «и» вам не страшно. Условия, например. Короче, конкретно человеку в лицо можете еще спросить. Кто я для тебя? Видишь ли ты развитие отношений? Будешь ли ты меня с кем-то знакомить и так далее? Заявить о своих требованиях. Пока вы их угнетаете и молчите, как в детстве, никто ваши мысли читать не будет. Я вам напоминаю. Инициатива от него видеть, значит, у него нет особо на это желания. И, скорее всего, он ответит, что в будущем он тоже не просто наслаждается отношениями, если так можно выразиться. То делайте выводы, что да, время идет. Это не такое уж серьезное для вас человек. Отношения не такие серьезные. Тоже это не то, что вам нужно сейчас. И последнее. Если вы решили все-таки отдаляться, заканчивать отношения, я вас хочу в этом поддержать. Потому что с тем моментом поддержать. Если вы расстаетесь, берете на себя эту ответственность, вы молодец, я хочу вас похвалить. Вы берете ответственность, вы умничка. Но это надо делать с той целью, что я делаю это шаг. Беру вот эту ответственность за разрыв отношений, окончание отношений. Я беру эту ответственность и готова к переменам внутри себя. Понять свою проблему, поработать, например, с ней. И понять, что же мной правило, почему я вступила в такие отношения. Что вообще мне от мужчины нужно. Создайте следующий шаг, закончив эти отношения. Напишите прям список условий, качество, характера, поведение, внешности мужчины, который вам нужен. Потом уже смотрите по кандидатам, кто под этот список будет подходить или нет. Список, конечно, со временем может меняться, какие-то нюансы. Но основной костяк потребностей ваших человеческих, он меняться в партнерах, в их взгляде на них не будет никогда. Как правило, когда мы выбираем, очень многие, мы же идем от противного, либо повторяем то, чего нам не додали. И это базисные такие желания будут. То, чего я недополучил где-то в детстве, либо в отношениях, в любви, в ласке, в заботе и так далее. Это все, в принципе, читаемо. Так что я вам желаю взять на себя ответственность. Вы молодец, что к этому подходите. Просто настал такой период в жизни, когда вы готовы посмотреть внутрь себя, понять, чего вы хотите, построить себе какие-то цели. И вот когда вы это решите, у вас встретится тот мужчина, которого не надо будет давить, толкать, шепенять, заставлять развивать отношения. У него будет эта инициатива. Вы в правильном направлении. Желаю вам удачи. Спасибо всем за внимание. Напишите в комментарии девушке, что вы думаете по ее истории. Может быть, какие-то советы хотите дать. Будет очень классно. Я оставляю почту. Вот как девушка мне написала на нее свою историю. Я разобрала сегодня, дала советы психологические. Или записывайтесь на психологические консультации. Тоже на почту пишите. Спасибо за внимание. Если видео полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Всем пока.